Взять талон к врачу, не вставая в 5 утра и не ругаясь в регистратуре, а еще без очереди получить справку в полиции. И все это теперь предлагают южноуральцам на портале госуслуг. В списке 300 самых востребованных предложений. Светлана Свечкарева проверила на себе, что быстрее, ноги или интернет. Скажу, из личного опыта стараюсь не ходить в больницу за талоном к пол 8 утра. Как раз в это время люди по старой памяти выстраиваются в длинную очередь, еще до открытия самой регистратуры и больницы. И начинают нервничать. Лучше прийти часам к 9, а сегодня я вообще в 11 часу иду за талоном. В холле больницы в это время уже немноголюдно. Основной поток пенсионеров и тех, кто спешит на работу, уже схлынул. Ради эксперимента я, конечно, выбираю самую длинную очередь. Правда, в ней всего 2 человека. Засекаем время. На часах 10.35. Посмотрим, через сколько моя очередь подойдет. Пока стою в очереди, знакомлюсь с соседями. Вот эта пенсионерка рассказывает, скорость попадания к врачу зависит от введения. Самый жаркий день – вторник, потому что выдают талоны к узким специалистам. Конечно, приходят, вот стоят. Очередюга такая. Не зайдешь, не зайдешь. Ломятся, как эти лошади. Впрочем, долгой беседы не выходят. Уже через 2 минуты я попадаю к регистратору. Теперь пристаю с вопросами к ней. Как еще быстрее могу попасть на прием? Девушка в белом халате советует записаться через портал Госуслуг. Раньше регистрация на портале Государственных услуг лично для меня была настоящей пыткой. Потому что необходимо было дождаться письма, которое шло месяц, с паролем и логином. И только после этого можно было пользоваться услугами этого сайта. Сейчас все стало проще. Есть три этапа доступа. Первый, начальный. Никаких особых трудностей не составляет. Жму зарегистрироваться. Здесь нужно ввести лишь свою фамилию, имя, мобильный телефон и электронную почту. На мобильный мне обещают выслать код подтверждения. Жду. Еще жду. Начинаю злиться и нажимать на все кнопки. Выходит сообщение, что у сайта временная проблема с отправкой СМС. Делаю запрос на подтверждение через электронную почту. И тогда удается зарегистрироваться. В базовом варианте при такой регистрации список услуг очень ограничен. Чтобы реально записаться к врачу, нужно перейти на вторую ступень. Вести номер медицинского полиса. Вообще, чем больше данных сообщить порталу, тем больше услуг становятся доступными. Так, например, можно встать на очередь в детский сад. Записаться на получение прав в ГИБДД. Узнать о своих штрафах. Или, например, получить справку о несудимости. Ее часто требуют при устройстве на работу. Полицейские обещают, если сделать запрос через госуслуги, срок ожидания займет 7 дней. Тогда как обычным способом ее будут делать месяц. Даже если нет интернета, даже если не в ладах с интернетом и не разбираются в интерфейсе, придя в информационный центр, наши сотрудники помогут подать заявление в электронном виде. А это значит сократить срок изготовления документов. Улица Елькина, дом 36. Непрерывный прием граждан. Все 5 дней в неделю. Третий уровень на портале государственных услуг открывает доступ к сделкам с недвижимостью. Так можно не стоять в очередях в рекпалате, а честь документов отправить прямо через интернет. Но чтобы получить его, нужно подтвердить свою личность. Для этого с паспортом и с НИЛСом достаточно прийти в ближайшее отделение МФЦ. В них недостатка в Челябинской области, ну просто нет. На территории Челябинской области открыто 55 многофункциональных центров и 183 территориально обособленных структурных подразделений. Это, так скажем, небольшие филиалы. Подводя итоги, скажу, на регистрацию подтверждения личности на портале госуслуг я потратила минут 15. Плюс введение дополнительных данных. Лишь потом получила талон к врачу. Гораздо быстрее оказалось просто дойти до своей поликлиники. Там очередь отняла у меня всего 2 минуты. Однако заводить аккаунт на портале госуслуг – это работа на перспективу. Стоит немного попотеть, чтобы потом, не выходя из дома, записываться на приемы, отправлять документы. Или получать справки в самых разных государственных структурах. К слову, на госуслугах уже зарегистрировалось 700 тысяч южноуральцев.